В западной части греческого острова Лесбос можно увидеть деревья, которые росли здесь 15-20 миллионов лет назад. Однако сегодня они представляют собой окаменевший лес. В позднем Олигоцене, среднем Меоцене, остров покрывал субтропический лес. В те времена климат на Лесбосе был более влажным. Так здесь, например, росли такие виды растений, которые в наши дни произрастают в субтропиках Азии и Америки. Окаменевший лес Лесбоса является природным памятником, охраняемым греческим государством. Музей естественной истории был основан в 1994 году в местечке Сигри. Во времена интенсивной вулканической активности этот лес был засыпан пеплом. В находящиеся под ним деревья проникала насыщенная кремнием вода и минералы, которые со временем заместили вещества растительного происхождения. Благодаря этому процессу деревья законсервировались, отлично сохранив свою структуру и до наших дней. Музей. В этой части острова намного жарче, чем у нас. Эта часть острова называется Сухая. Здесь Кеодро. Растут деревья. Похожи на наши дубы. И очень много холмов зеленых, просто с травой, с кустами, без деревьев. И очень похоже на Шотландию. Очень красиво. Музей. Наличие от тех или иных примесей химических элементов, таких как железо, марганец или медь в воде или грязи во время процесса окаменения, придает создающемуся каменелому дереву ту или иную окраску из довольно широкого диапазона цветов. Музей. Заходим внутрь. О боже мой, смотрите кто на мне. Такой жук. Мохнатое чудовище. Музей. На острове существует 4 парка с такими деревьями, которые соединены между собой сетью тропинок и дорожек. Музей. Процесс окаменения происходит под землей, когда дерево оказывается похороненным под осадком, но не портится из-за недостатка кислорода. Богатая минеральными веществами вода, текущая сквозь осадок, приносит минералы в клетки растения, и когда лигнин и целлюлозы распадаются, остается камень, повторяющий первоначальную форму. При этом все органические вещества замещаются минералами, зачастую силикатами, например, такими как кварц. Окаменевое дерево или же петрифицированное от греческого слова «петрос» – камень, часто встречается в вулканических областях, в которых происходили извержения вулканов. Самым известным национальным парком является Петрифайд Форест в Аризоне, в котором стволы деревьев достигают длины 65 метров и диаметра 3 метров. Следующий музей тоже просвещен этим деревьям, но он уже под открытым небом, и здесь где-то находится одно очень большое толстое дерево, с которым разрешено брать маленькие камушки. Я в поисках дерева, чтобы взять вам сувениры. Этот парк – один из крупнейших такого рода в мире. Он был открыт в 2006 году для публики, после завершения работ по консервации палеонтологических ценностей, а также создания дополнительных площадок для посетителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окаменелые стволы разбросаны на площади 150 квадратных метров, окруженными населенными пунктами Сейгре, Ресос и Антиса на западе острова. Если вас интересует, конечно, не только пляжный отдых, а какие-то музеи, интересные места, красивые природы, леса, горы, советую вам приезжать осенью или весной, потому что сейчас конец мая, и уже очень жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грекам здесь не очень сильно интересно, потому что горы, вот такие вот, горы, камни, деревья, они видят это каждый день. Мы привезли сюда на экскурсию нашего знакомого грека из салоники, и он так одним глазом смотрит, и сразу же хочу кофе, хочу кофе, говорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень красивый музей, очень много экспонатов со всех мест, со всех музеев всего мира, где были такие окаменевшие от вулканов деревья, привезены сюда, поэтому вы можете тут видеть и Аргентину, и Америку, и Японию, и Турцию, и разные другие деревья. Ребят, спасибо большое, что смотрите меня. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Усмагрис. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова